ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все делаем по пять раз. О, Лера, Ярослава, Матвей. Что вы, решили фитнесом заняться? Да нет, к марафону готовимся. Ну да, телевизионный марафон. Это сложное испытание. Да нет, к настоящему забегу готовимся. Начальство объявило день здорового телевизионщика. Вот и готовимся. Давай с нами. Где я, а где спорт? Я даже стометровку побегу в школе. На два сдаю. Как хочешь. Тем более это мероприятие снимать буду я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, внимание! Старт через пять минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Макс, может ты с нами? Как ты себе это представляешь? Я бегу с камерой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На старт! Внимание! Марш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты что остался? Вперед за бегунами. Мне нужны кадры в динамике. Так, я не могу. У меня сейчас съемки телевикторины. Сначала смежешь забег, потом поедешь на викторину, а потом обратно сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что автомобили и самолеты стали доступны почти каждому человеку, поезда не сдают своих позиций. Они также ежедневно, как и много лет назад, перевозят огромное количество пассажиров и грузов из точки А в точку Б. Как вы думаете, какая самая протяженная железная дорога в мире? Мне кажется, это дальневосточная железная дорога, потому что вроде она должна быть большая, я где-то читал. В прошлом году я проходила очень долго географию России, поэтому я точно знаю, что это транссибирская магистраль. Мне кажется, ахаса Чуманчжоу, потому что японцы, китайцы очень любят строить все такое большое. Это транссибирская магистраль, но все-таки Сибирь большая. Что-то про магистраль, что-то я слышал, что-то вроде. Ну, давайте магистраль. Я знаю точно, поскольку я каталась уже на поездах, то, что это транссибирская магистраль. Это транссибирская железнодорожная магистраль. Больше интересных фактов о поездах расскажет моя коллега. Знаменитую транссибирскую магистраль называют Великим Сибирским путем. Эта железная дорога прорезает всю Россию вдоль от Москвы до Владивостока. Через нее прошли миллионы людей, проехали тысячи поездов. Магистраль построили еще во времена Российской империи, и эта дорога стала символом далекого пути на восток. На строительство железной дороги ушло 22 года. Движение поездов началось 21 октября 1901 года после того, как было уложено золотое звено на последнем участке строительства Китайской восточной железной дороги. Каждый, кто оказывался пассажиром Транссиба имел свою собственную историю и хорошую, и плохую. В свое время магистраль стала началом изгнания евреев, революционеров и интеллигенции. Сейчас же этот длинный путь полностью проделывают чаще всего туристы. Протяженность Транссибирской магистрали более 9 тысяч километров, и это самая длинная железная дорога в мире. Это были интересные факты и Настя Власова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Нет ничего. Как нет? Как нет? Ну что, как марафон? Нормально. Все учетники отлично справляются. Только Ярославль с соком не достал. Окей, на дистанцию довеню. Все, все, бегом, 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 бегом. Ну, сделала доброе дело. А мне надо на другую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня хороший день. У талисмана благотворительного фонда Анастасия, зебры Моня, сегодня день рождения, и мы пришли ее поздравлять. Зебра Моня отмечает свой первый юбилей, ей 5 лет. Именно столько лет назад начал свою работу детский благотворительный фонд, который за эти годы помог многим детям нашего края, сделав их жизнь здоровой и счастливой. Фонд помогает всем семьям, которые нуждаются в нашей поддержке. И создание фонда, наверное, это откуда-то извне. Человек должен чувствовать потребность отдавать. Я очень хочу делиться тем счастьем и той положительной энергии со всеми детками города Краснодара и всей России. Зебра Моня ждала маленьких гостей и подготовила для них много интересного. Угощения, мастер-классы и шоу. Ребята яркими красками рисовали на майках, делая их особенными. Сладкоежки из леденцов на палочке и воздушного зефира собирали вкусные букеты, а юные модницы заплетали косо и окружили площадку аквагрима. Я сюда пришла повеселиться. Я уже сходила на площадку аквагрима и меня нарисовали секретой. Тех, кто уже посетил все площадки, порисовал и съел свою порцию мороженого, ждала развлекательная программа на террасе. Дуэт фокусников удивлял, заставлял поверить в волшебство и не верить своим глазам. Смотрите, это резиновая монета, причем волчатная, смотри, ее сгибаешь и она пумс подпрыгивает. Ну правда, смотрите, пумс, и она легко подпрыгивает. Она может, кстати, вот так, пумс. Смотри, она немного гнется, посмотри. А, не, не гнется. Солнце светило не только в небе, но и на лицах гостей. Вместе с детьми радовалась празднику и именинница. А вот и наш талисман благотворительного фонда «Зебра Моня». Моня, как у тебя сегодня настроение? А каким еще может быть настроение, когда собрались неравнодушные, радующиеся жизни люди? Это семьи, для которых добро не просто слово из пяти букв. Скажите, пожалуйста, что такое для вас добро? Что для меня добро? Ну, добро, наверное, для меня не оставаться равнодушным, если кто-то протягивает тебе руку помощи. Всегда быть с открытым сердцем и, наверное, любить. А когда последний раз вы делали добро? Добро? Мы и делали добро, и получали добро, потому что мы не просто гости, мы подопечные фонда Анастасии, и конкретно нашей дочке фонд очень много помогает, поддерживает, и поэтому мы, как никто другой, знаем, что такое получать добро, и мы в ответ тоже стараемся помогать другим деткам, как можем. На праздник принято ходить с подарками. Для благотворительного фонда лучший подарок – это соучастие, неравнодушие и помощь, даже самое маленькое. Мы узнали у гостей вечера, что же для них означает добро. Добро для меня – это когда ты делаешь хорошие поступки, когда не только тебе хорошо, а еще и другим. Ой, добро – это умение безвозмездно дарить свое время, свою энергию, не задумываясь о том, даст ли мне что-то это взамен. Добро – вот, знаете, у кого-то бабочки в теле, а у меня искры в глазах. Когда другой человек улыбается от того, что делаешь ты, это и есть добро. Практически ежедневно каждый из нас, не задумываясь, совершает хорошие поступки, маленькие и большие. Для этого не обязательно быть супергероем. Естественно, да, я уступаю место, я открываю двери пожилым. Если надо, допустим, я и дверь в парадной открою, и как бы, ну, мамочкам с детям уступаю место. Не знаю, но как-то на автомате все эти вот такие мелочи. Я не считаю, что я совершаю что-то такое прям сверх. Это, мне кажется, должны делать все люди. Весь вечер в адрес именинницы звучали приятные, искренние пожелания. Поздравить фонд с первым юбилеем приехал известный блогер Валерия Любарская. Больше добрых дел совершать. Как можно больше не сдаваться, если вдруг какая-нибудь черная полосочка вылезет откуда-то из-за угла. Просто всегда развиваться, расти и приумножать добрые дела. Каждый, кто нашел время и пришел на день рождения фонда, уже совершил доброе дело. Все средства, собранные за вечер, пойдут на лечение двухлетнего мальчика. И скоро еще один ребенок Кубани станет здоров. Матвей, не знаешь, где Ярослава? Я не знаю, не видел. Где-то там. Лера, может, ты видел? Мы, что ли, за мной следить должны, что ли. Там где-то. Ярослава, а сейчас что? Ногу натерла. Ох, господин. Давай свою ногу сюда. Вперед к победе, ты лучшая. А мне еще одну щелку надо. Пока. Что вы знаете о картинах? Думаю столько, сколько и я. Но сегодня шанс узнать больше. Городской сад на несколько дней стал настоящим вернисажем. И сейчас мы возьмем интервью у юных художников. Молодежно-историко-культурный фестиваль истории достоинства от Владимира до Владимира добрался до Краснодара. Последние три года необычный туннель проводится в Крыму и в Нижнем Новгороде. На протяжении нескольких дней юные художники показывают историю нашей страны от князя Владимира до президента Владимира Владимировича в красках. Это поля плодородные, это скот, это дома, это люди, которые очень трепетно относятся к этому. Это у нас и изображено. Участниками фестиваля стали более 70 учеников художественных школ Краснодара. Прямо под открытым небом они на полотнах размером полтора на полтора метра изображали исторические сюжеты. Пока одни ребята работали в одиночку, другие создавали творческие тандемы. Работать вдвоем не так легко, но так как полотна очень большие, мы ищем компромисс. То есть, если что-то не нравится одному, мы это переделываем так, как либо нравится другому, либо так, как нравится обеим сторонам. Зрелище получилось масштабным и ярким. За несколько дней пленера 40 белых полотен превратились в картины с глубоким смыслом. Фестиваль от Владимира до Владимира это живой, увлекательный процесс вовлечения молодых людей в историю родной страны. Я буду первой. Да, я первая, я лучшая, я да! Хотя я молодец. Я бы так не смог. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...